Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Если атеист всю жизнь живет по высоким моральным принципам и букве закона, его душа будет спасена? Тут вот спрашивается еще, по какой же букве закон? Закон, в смысле, уголовный кодекс, и что это за высокие моральные принципы, относительно чего они высокие? Потому что, например, можно быть высоким относительно уровня плинтуса, а можно быть высоким относительно уровня подвала, и, в принципе, даже до уровня плинтуса не доставать. А Господь говорит очень важные слова в Евангелии от Матфея, что даже ветхозаветный закон не спасает, апостол Павел этому многому уделяет, показывает, что спасает не закон, даже исполнение заповеди Божьего ветхозаветных, вот диколог и так далее, а спасает вера, вера во Христа. Потому что сам человек спастись не может, спасает любого человека Господь. Мы лишь, по сути, православные христиане стараемся сделать все, чтобы Богу не воспрепятствовать нашему спасению души, не воспрепятствовать той победы над смертью, которую для нас Господь уже совершил, а мы ее своими грехами отвергаем. Однако, что Господь говорит? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 7 главу, и прочтем 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот тут, опять же, это обращение некоторое, оно дается нам, прежде всего, православным христианам, потому что мы-то уверены, вот вокруг атеиста, а мы-то спасемся, но Господь говорит, не всякий. Он говорит, те, кто творят волю Его. В вопросе, который поступил от наших слушателей, это так и формулируется. Люди творят волю Божию, не совсем волю Божию, потому что, например, может быть человек высоких моральных принципов, но при этом запросто он может убить человека в аборте, согласиться на это. Человек может быть высоких моральных принципов, но он может честно, справедливо мстить врагам, ну потому что зло там должно быть как-то там наказано. Человек может идти по букве закона и, правда, его вот выполнять, как все прописано. И люди, которые слабо разбираются с законом, будут получать какие-то штрафы. Люди, нуждающиеся, которым там выписываются от государства субсидии, не подав какую-то бумажку, могут из-за такого человека, который строго букве закона следует, лишаться вот этих законных, кстати, выплат. Просто потому что они не справились в бюрократии. Потому что вот этот суровый путь между какими-то своими внутренними представлениями совести, между законными предписаниями, он может быть урегулирован только любовью. Но и любовь может твориться, если она не связана с Богом, страшные вещи уже становиться не любовью, а становиться любовью исключительно к себе. Когда там молодой человек говорит, ой, девушка, как я ее люблю, а она потом приходит в храм и плачет, потому что уже лет 5-7 прошло, уже морщинки стали появляться, уже замуж непонятно, кто позовет. А все, детей нет, брака нет, да, уже полжизни прошло, и как там дальше жить? Поэтому вот эти все высокие моральные принципы, они, если относительны, очень мала вероятность того, что человек при этом, как и говорится в Евангелии от Матфея, не зная Бога, исполнит его заповедь. Потому что христианин, он проверяет свою совесть и ее сообразует, он прислушается к голосу совести, а потом читает Евангелие и видит, что совесть говорит одно Евангелие другое. Его совесть покрывается грехами, уже вместо того, чтобы подсказывать, где грех начинает человека оправдывать, такое в христианской совести происходит, но человек идет, кается в грехах, да, и с помощью духовника как-то замечает свои ошибки и недостатки, старается работать над ними. Человек, если он атеист, он всего этого себя лишил. И всего этого себя лишил, и самое главное, если атеист, но не хочет быть с Богом. Потому что если человек атеист, даже вот не агностик, агностик хотя бы сомневается. Агностик, он говорит, Господи, может, и есть, может, есть какая-то там сила, может, она безличная, может, личная, может, даже это и Христос, но я не знаю. Человек честно признается. Вот такое честное агностическое признание, оно напоминает то, как два слепца ходили за Господом, говорили, сын не дает, помилуй нас, исцели, а он их потом спросил, а вы верите ли в меня вообще? Они им отвечают, Господи, верим, помоги нашему неверию. Вот такая граница веры и неверия. Но, по крайней мере, человек в агностическом состоянии, он допускает возможность, что Бог есть. И старается жить так, что вот если даже Бог есть, то Господь его примет к себе. Поэтому тут говорить, если об агностиках, а все-таки большинство людей, которые, может, даже атеистами считают, все-таки это агностики, то если человек не препятствует Господу себя спасти, то, конечно, шансы на милосердие Божие, проявленные в отношении этого человека, повышаются. Но если человек сознательно отвергает, говорит, нет Бога, не хочу быть с Богом, ненужным нет, что бы он ни делал, он, во-первых, это не сделает правильно, совести нельзя отрегулировать без промысла Божия. А самое главное, Господь его насильно не будет спасать, потому что мы созданы по образу и подобию Божию, и Господь насильно никого в свое Царствие Небесное не заводит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok